На Кубани всегда оценились металлические, особенно кованые изделия. Они нужны в оформлении частных домов, а также гостиниц, магазинов, аптек, офисных зданий. И для того, чтобы изготавливать всё это, нужны мастерство и соответствующее оборудование. Славянский индивидуальный предприниматель Сергей Борзунов из тех людей, кто не умеет сидеть без дела, он старается проявлять разумную инициативу, ищет возможности для того, чтобы заработать, принося при этом немалую пользу обществу. Полтора года назад он организовал новое предприятие имитация ковки. Производство кованых элементов, используемых для оформления ворот, навесов, арок, оказалось весьма востребованным в крае. Сподвигло просто спонтанный интерес, попробовали, что-то купили, изготовили красиво. Решили приобрести станки, чтобы уже самим непосредственно быть, ну как бы из первых рук получать эти элементы. Конечно, не всё было так легко и просто. Пришлось решать возникающие производственные задачи. Знания и умения позволили ему идти от простого к сложному и наращивать своё мастерство. Каждый хочет какую-то частицу красоты в своём дворе и подобное. Но мы в основном работаем с юрлицами. Это побережья, это гостиницы, навесы, ворота красивые, то есть скамейки, зоны отдыха, мангалы. Сделали одной гостинице, люди смотрят, понравились, контакты взяли, и вот так оно идёт к каким-то больше сарафанным радио. Ну есть сайт, конечно, где можно тоже всё посмотреть. Развитие нужной потребителям деятельности сдерживалось недостатком средств для её расширения. И тут на выручку пришёл фонд микрофинансирования Краснодарского края, который не случайно признан лучшим в России по своим показателям. Я обратился в торгово-промышленную паладу Славянска. Мне там посоветовали, ну объяснили, что можно взять займ в фонде микрофинансирования под маленький процент. Сказали, какой нужен перечень документов, составили бизнес-план, помогли подготовить все документы. Всё, я подал заявку, рассмотрели. Я думаю, это было в течение месяца, наверное. Мне выдали кредит под маленький процент, по-моему, 5% кредит на два года. На эти деньги мы приобрели станок и начали заниматься вот такими вещами. Индивидуальный предприниматель не намерен останавливаться на достигнутом. Он считает свою сегодняшнюю работу лишь первой ступенькой профессионального роста. Он полон новых идей, настроен на развитие. И уверен, что ему сможет помочь фонд микрофинансирования Кубани, потому что содействию малому и среднему бизнесу в Краснодарском крае и в Славянском районе уделяется особое внимание. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».